Студия дизайна Театр моды культурно-досугового центра работают уже несколько лет. За время существования участницы вместе с руководителем Надеждой Морозовой смоделировали, шили, показали множество модных костюмов. Именно в мастерской театра творятся настоящие чудеса, воплощаются в жизнь самые смелые идеи. Здесь девушки работают над своим образом или луком. Лук на английском языке обозначает образ, и это слово часто используется дизайнерами и стилистами во всех модных информационных передачах, статьях, показах моды. Смысл слова лук на языке моды – как желание быть оригинальным, стильным, привлекательным и заявить о себе как о творческой личности, что очень подходит для нашего коллектива моды. В театре моды занимаются участницы трех возрастных категорий. Это те дети, которые с желанием развивают свой потенциал в декоративно-прикладном творчестве, в искусстве дефиле, в сценическом показе и актерском мастерстве. У театра есть свой хореограф Ирина Башарина, которая всегда подскажет, как двигаться на сцене. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, в сторону. Готовые изделия девушки показывают на сценах и площадках нашего города, конкурсах и фестивалях. Девочки каждый раз с удовольствием примеряют наряды, сшитые своими руками. Любая работа, сделанная участницами театра, ценится, будь то целый костюм или маленький амулет. Полина Зубова уже давно в театре. Здесь она научилась сценическим движениям, рукоделию и многим другим модным штучкам. Ну вот недавно мы рисовали на футболках, сейчас мы шьем вот такие вот амулеты. Что значит этот амулет? Это амулет, амулет удачи в творчестве. Я уже участвовала в международных конкурсах. Но я хочу стать дизайнером. Дизайнером. Надежда Александровна очень добрая, красивая и всегда во всем помогает. Девочки разных возрастов отлично ладят между собой, помогают друг другу делиться полученными знаниями. Диана Беляева ходит в театр два месяца, но за это время уже многому научилась. Мода ее хобби, а в будущем она мечтает стать врачом. Мы тут рисуем эскизы, делаем всякие поделки, готовимся к выступлению на сцене. Побед у театра немало. Ежедневно девушки работают над обработкой своих идей и изделий. Быть модницей непросто. Нужно учитывать не только фасон и размер, но и то, как будут сочетаться цвета, как будет смотреться на сцене, заслужит ли наряд достойную награду. В прошлом творческом сезоне мы с детьми создали 4 коллекции и поучаствовали в 12 конкурсах, как российского, так и международного уровня. И получили звание лауреата 2-й и 1-й степени. Одно из самых ярких событий было участие в самом престижном, крупнейшем российском 24-м национальном конкурсе детских театров мод «Золотая игла» город Москва у Вячеслава Зайцева. Старшая группа девушек участвовала в международном конкурсе в Санкт-Петербурге с коллекцией «Княгиня» и получили гран-при и приглашение на следующий год. Татьяна Меркурьева, Антон Карев, телеканал «Русский Север».